всем привет друзья с вами канал аль пачино и сегодня у меня на обзоре будет непонятно что пока что непонятно что потому что мне пришла посылка я не знаю что в ней большая тяжелая гадина вот мы с вами как раз и распакуем отдали и протестим но я сначала вам расскажу историю значит сплю я сплю себе сплю сплю тут не звонит телефон говорят слышишь ты чё за посылка не пришел посылка уже лежит чуть бы не месяц ты чё за ней не приходишь я думаю какая посылка непонятно пришел я на почту утром забрала эту бандуру и сейчас мы с вами увидим что в ней может быть кстати посылка уже скрыта вскрыта какие-то таможенники наверное буду открывать аккуратно вот оно что знаете что это я подумал о я везучий свет пропал камера перестала писать потому что место кончилось классно ладно продолжим значит пришла у нас палатка сейчас мы магии монтажа переносимся в лес и будем собирать и посмотрим что же за зверь это китайская палатка погнали ну и давайте собирать нашу палатку за сколько пришла палатка не могу сказать так как долго лежала она на почте без моего ведома и упакована была довольно по среднему можно было и лучше упаковать но и сильно выраженных косяков тоже не было данный экземпляр у нас на 3-4 человека хотя в отсеке для вещей может лечь еще два невысоких человека таких как я например цена палатки около 100 долларов но если воспользоваться кэшбэком от epn то вы вернете себе около 4 долларов назад мелочь но приятно в описании есть видео как установить кэшбэк и ссылка переходите и смотрите поставляется палатка в фирменной сумке и хорошо упакована она станет отличным убежищем на ночь во время трекинга велотуризма выезда на природу небольшой компании и рассчитана на три сезона а именно весна лето и осень в просторном переднем тамбуре с небольшими окнами есть много места для багажа два входа дают возможность прямого доступа в спальню и обеспечивают идеальную вентиляцию водонепроницаемость палатки 3000 миллиметров водного столба как пишет производитель палатки с такими показателями могут противостоять практически любому дождю но все же я бы сильно не надеялся конечно небольшой дождь она выдержит но вот ливень вряд ли спереди палатки тамбур для вещей потом комната в которой с легкостью расположиться три человека так как длина комнаты 210 сантиметров ширина 130 сантиметров внешняя часть палатки сделана из полиэстера 210t водонепроницаемость 3000 миллиметров внутренняя палатка удобная и функциональная обладает дополнительными аксессуарами для удобства такие как два кармана для мелких вещей удобные двойные молнии и антимоскитная сетка цвет внутренней палатки светлый ткань из которой сделана внутренняя палатка легкая и прочная и что очень важно для лета обладает дышащими свойствами она хорошо вентилируется что я считаю очень важным достоинством дно внутрешнего отсека выполнено из полиэтиленового волокна водонепроницаемостью 3000 миллиметров дно тамбура же сделано также из полиэтиленового волокна но она как по мне будет надежнее потому что она более плотная если вы планируете ночевать в палатке хотя бы одну ночь то я советую обязательно окопать вокруг палатки небольшое углубление чтобы вода не подтекала она точно не помешает дуги у палатки стандартные сделанные из стекловолокна толщиной 8 миллиметров в комплекте идет три дуги две из которых немного короче для того чтобы закреплять их по краям палатки а то что подлиннее держит середину также в комплекте есть полный набор колышков и веревки для распорки и укрепления конструкции палатки швы проклеены хорошо нареканий нет собачки при открывании закрывания не заедают специально проверил каждую несколько раз все хорошо закрывалась в общей сложности палатку можно собрать за 15-20 минут самому в сборе нет ничего сложного так как конструкция интуитивно понятно если вы хоть раз сталкивались с установкой подобного укрытия а если нет то на транспортировочной сумке есть небольшая инструкция внутри палатки все хорошо вентилируется если вы разместите палатку в теньку то будет вам счастье собирал я палатку на солнце для лучшего кадра и духота внутри была приличная что и следовало ожидать так как в день съемки было довольно жарко в конце могу отметить что для небольших несколькодневных вылазок на природу и отдыха небольшой компанией палатка вам пригодится и оправдает ваши ожидания кстати вес ее небольшой около 4 килограмм вот такая классная палатка была у меня сегодня на обзоре цена и и 100 долларов если воспользоваться кэшбэком от епр не забывайте пользоваться можно сэкономить еще несколько процентов то есть несколько долларов если вам понравился тест и обзор палатки ставьте лайк подписывайтесь на канал и пишите свои вопросы в комментариях буду рад на них ответить если вы еще не подписаны на канал подписывайтесь спасибо за просмотр и всем пока